Вот о чем я говорил. Рика нет на месте, и я подумал, что он бы все равно обратился к тебе. Он был бы в восторге, ты прав. Они интересны. Такие подборки делали коллекционеры британских фискальных марок. Эти марки 1694 года использовали в Британии. А эта, похоже, была выпущена британцами в рамках акта о гербовом сборе. Это была попытка британской короны собрать средства в американских колониях. Вспомните, они только закончили франко-индейскую войну. Британия победила, но война дело дорогое, и деньги было необходимо возместить. Тогда был издан акт, нацеленный на Америку. Марка должна была быть на каждом документе, но также на игральных костях. Ты знал? Никаких ажартных игр без налога. Посмотрим, есть ли надпись «Америка». В 18 веке британцы выпустили всевозможные гербовые марки. Если здесь написано «Америка», значит, мы в деле. Есть. Есть надпись «Америка». Это прекрасно. Это важная марка. Их, наверное, было много, раз их клеили на все документы. Этот акт действовал недолго. Его приняли в 1765-м и отозвали через несколько месяцев. Сколько за это дадут? Если продавать эту марку на аукционе, за нее дадут 4-5 сотен. Но здесь есть еще несколько марок. Продвинутый коллекционер точно отдаст за них тысячу. Круто. Хорошо. Спасибо за помощь. Поздравляю. Кое-кто рад тому, что услышал. Я даже не думала. Давайте тогда начнем с тысячи долларов. Это многовато. Я дам 450. 450? Если бы не было остальных марок. Сколько? Не хочу отдавать их за полцены. 650. 600. Возьмете? Нет, этого мало. Это почти полцены. Было 250. Стало 650. Я могу забрать их? Я очень хочу показать их моему боссу. 650 по рукам. Отлично. Идемте на оформление. Я это заберу. Я выручила 650 долларов. Это больше, чем я хотела. Это круто.